Всем привет! Пора обсудить важную тему, а именно D-класс в фонде SCP. Сразу скажу, что несмотря на то, что упоминание об использовании класса D содержится во многих текстах организации, более того, сотрудники класса D упоминаются буквально самых первых объектов фонда и являются чуть ли не самой каноничной штукой во всем фандоме, собирать информацию о них оказалось не так просто, потому что даже сами авторы текстов по SCP, отвечая на вопросы людей на самом сайте, делают это крайне уклончиво, не давая никакого канона. Доктор Гирс вот на вопрос, что делают с D-классом, после экспериментов ответил развернуто, логично, но всю суть его ответа можно свести к фразе «считайте как хотите». Но мы тут собрались лор разбирать, так что это меня не устроило, и я продолжил искать инфу дальше. Задача мне сильно упростила то, что в 2016 году среди авторов SCP прошел большой конкурс сюжетных рассказов про класс D, в ходе которого было написано многое из того, что сейчас считается каноном. В этом видео я постараюсь из того, что мне удастся найти, построить наиболее непротиворечивую картину жизни класса D в фонде SCP. В тайной организации, занимающейся содержанием аномалий и монстров, существует классификация персонала по буквам английского алфавита от А до Е. Самая интересная работа, конечно же, достается классу D. Ведь только персонал класса D может своими глазами увидеть самые опасные аномалии, посетить самые непригодные для жизни миры и встретить самых смертоносных чудовищ. А кроме этого, дают отличный, мягкий, удобный оранжевый комбинезон. Для такой работы, конечно же, нужны не обычные люди, нужны те, кого совершенно точно и никогда не будут искать. Потому класс D набирают из приговоренных к смертной казни людей. Сначала к кандидату приходит агент и предлагает спастись от казни взамен работы в течение одного месяца в некоем исследовательском учреждении. Больным обещают участие в медицинском эксперименте, в ходе которого их, конечно же, вылечат. Кому-то обещают реабилитацию с отличными условиями жизни. Безумцам говорят, что все, что они делали, было правильно, и те несчастные, кого они изрубили в капусту, действительно были или злобными пришельцами, демонами, или чудовищами, замаскированными под людей. Каждому на этапе отбора находят индивидуальный подход, чтобы достичь максимальной лояльности. Каждому в итоге обещают то, чего он действительно хочет. Впрочем, если те отказываются, их делают D-классом насильно. Намек на что есть, например, в тексте SCP-2669. В момент подписания последней из необходимых бумаг заключенный чувствует короткий укол. После уже приходит в себя в камере, находящейся глубоко под землей, уже одетой в оранжевый костюм. После попадания в комплекс SCP, оказавшимся в комплексе будущим сотрудником класса D, делают две татуировки с номером, одну на запястье, другую на груди. Этот номер с этого момента заменяет им имя и фамилию. В большинстве случаев это очень плохие люди, к которым читатель по задумке автора не должен испытывать жалости. Но бывает и острая нехватка таких людей. Тогда D-класс может пополняться и из других источников, тут уже как повезет. Тексты про фонд SCP рассказывают про события примерно от начала 20 века до недалекого будущего. И уже где-то со второй половины 20 века приговоренных к казням в целом в мире становится уже не так много. А отправлять кого-то к опасным объектам надо. Например, в США сейчас казнят около 20 человек в год. В обсуждении на форуме SCP пользователь рассчитал, что фонд SCP должен терять около 3000 человек из класса D за год для содержания всех объектов. И это не считая событий различных рассказов и прочих чуть менее каноничных штук, чем сами объекты SCP. И это заметно больше, чем казнят во всем современном мире за год вместе взятым. Иногда бывает так, что других сотрудников фонда за какие-то серьезные проступки понижают до класса D. Причем среди таких пониженных бывают и агенты, и ученые. Решение переводить в D-класс сотрудников фонда в качестве страшного наказания оказалось не самым дальновидным. Обычный D-класс пребывает в неведении и до последнего не понимает, что происходит. Однако такие вот пониженные нередко много знают о фонде. И это привело, например, к появлению среди D-класса заговора против SCP, описанного в SCP-2439, некой меметической сущности из другого мира, которую носят в себе сотрудники класса D и который грозит уничтожить весь фонд SCP. По всей видимости, именно после этого случая начали появляться и другие аномалии, помогающие D-классу. Например, SCP-2778. Это спрятанный в казармах D-класса переход в другое измерение, в которое могут попасть только те, кого фонд SCP сделал расходным сотрудником. Еще один вариант – это набирать в класс D тех, кто попадает в тюрьму на всю жизнь. В тех же США, где есть такая практика, что все сроки по всем преступлениям складываются, есть немало людей, которые имеют сроки по 100, по 200 лет, а то и больше. Некоторых D так и набирают, например, того, что в итоге стал SCP-181. Однако периодическая пропажа людей из тюрем, где на каждого человека есть куча документов, может поставить под угрозу секретность фонда SCP. Так что для постоянного пополнения штата D-класса такой источник использовать нельзя. Таким образом, получается, что фонд SCP просто неоткуда брать нужное количество сотрудников класса D. И нет, фонд SCP не использует нищих и бездомных, как это делают повстанцы хаоса, не ловит случайных людей на улице, как это описывается во всей этой конспирологии про проект Монтаук. Фонд SCP набирает класс D из заключенных правительственных тюрем, приговоренных к казни. И, судя по всему, в мире SCP законы куда как строже, раз таких людей, в принципе, достаточно много, чтобы их хватало на нужды фонда. Того же сотрудника D-класса, который стал SCP-181, посадили на всю жизнь за нарушение правил азартных игр. Мир SCP крайне суров. Да, есть еще немало людей, которые пишут, что D-класс клонируют. Такое мнение можно достаточно часто встретить в обсуждениях и фанатских теориях. Но мне не попалось ничего хотя бы минимально каноничного, говорящего об этом. Так что эту теорию я обсуждать не буду. Так или иначе, класс D размещают в огромном общежитии, где все они живут в одном большом помещении, из-за чего внутри D-класса нередко появляется своя иерархия и порядки. Более того, так как D-класс держат в одной большой комнате, выжившие после экспериментов рассказывают друг другу об объектах и о самом фонде, из-за чего иногда складывается парадоксальная ситуация, что низший персонал фонда знает об объектах больше, чем руководители баз. Однако длится это недолго, потому что партии D-класса заменяют каждый месяц. К концу месяца каждый выживший из D-класса успевает принять участие в двух-трех экспериментах. Выживает к тому времени около двух третей. Самый большой вопрос – это что происходит с ними после этого. Самим этим сотрудникам говорят, что им просто вкалывают амнезиаки и отпускают. Но это очевидно не так, потому что все эти люди считаются казненными, умершими в тюрьме или сидящими пожизненное заключение. Если бы их просто отпустили на свободу, это создало бы угрозу рассекречивания фонда. В одном из рассказов показывается, как всего из одного отпущенного D-шника у фонда начались проблемы, так как куча людей задавалась вопросом, почему страшного убийцу отпустили всего через пару лет заключения, и фонду такие проблемы не нужны. И потому почти никто не верит, что кого-то из D-класса на самом деле отпускают. Многие считают, что сотрудников класса D просто устраняют по истечению месяца. Так считают не только сами сотрудники этого класса, но и многие другие, кто работает в фонде, включая даже руководящий персонал. Потому некоторое количество упоминаний о ежемесячном устранении можно найти в тексте самих объектов. Но в объекте SCP-2193 объясняется, что отдел по информационной безопасности SCP заинтересовался этим вопросом и выяснил, что такая процедура, как ежемесячное устранение D-класса, никогда не применялась. Кроме того, если выживает примерно две трети, а у фонда постоянная проблема в том, чтобы находить новый D-класс, устранять выживших только для того, чтобы нужно было искать в три раза больше новых людей, как-то нелогично. Так что же происходит с выжившим классом D после того, как проходит месяц, если никого не отпускают и не устраняют? На самом деле происходит, наверное, самая логичная вещь, ну разумеется, в рамках логики мира SCP. Выжившим просто стирают память за прошедший месяц, удаляют татуировки и одевают в свежий оранжевый костюм. И снова они приходят в себя в общежитие для класса D, считая, что только недавно заключили странную сделку с правительством. Так и проходит их жизнь месяц за месяцем. У особо удачливых даже год за годом, в полном неведении того, сколько времени в фонде они провели на самом деле. До тех пор, пока какой-нибудь монстр не откусит им голову, или сами они не станут чем-то аномальным, или не пропадут в очередном чужом мире. Такова жизнь персонала класса D в подземных комплексах фонда SCP. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok